Тем временем в Энгельсе открыли сразу два новых детских сада. Дошкольные учреждения рассчитаны в общей сложности почти на 400 мест и позволят полностью закрыть очередность в одном микрорайоне Энгельса. На открытии детских садов побывали чиновники и наша съемочная группа. Достаточно у нас и дидактического материала, и игр много очень, и технически оснащен детский сад. Открытие любого детского сада в последние пару лет начинается с демонстрации возможностей. Вот и в Энгельсе руководство дошкольного учреждения пошло этим же путем. Музыкальный и спортивный зал уже оснащены последними техническими новинками. Это здание построили с нуля. Несколько лет назад на этом месте был детский сад, но его состояние вызывало лишь опасения. Помещение снесли и возвели здесь новое. Мы ходили еще в старой саде, который был на месте этого нового. А то, что построили сейчас, это, конечно, неожиданно и очень радостно. Ребенку нам 6 лет. Мы пришли в старшую группу. Работим здесь еще год. Выпустим все в следующем году, в 2016 году. От садика мы, конечно, в восторге. Вы попали в солнечный город. Здравствуйте. Вас встречает незнайка и кнопочка в метру. Еще в одном детском садике губернатора уже ждут. Здесь для детей созданы уникальные условия. В этом центре развития ребенка каждому воспитаннику помогут найти то, что интересно именно ему. На такие дошкольные учреждения нужно делать упор, говорит губернатор. Их нужно строить во всех районах Саратовской области. За эти годы это немалые деньги, это практически более 3 миллиардов рублей направлено именно на дошкольные учреждения. То есть на образование в целом, в частные дошкольные учреждения. И вот приятно, что построив вот этот детский сад в вашем микрорайоне, в этой части города, очередность практически мы берем пока, то есть задачу ставили от 3 до 7 лет, практически снимается. С вводом двух новых детских садов удалось закрыть очередность в двух микрорайонах Энгельса. А центр развития ребенка к тому же рассчитан на большое число мест. Он может вместить 240 человек, а значит в дальнейшем сможет обслуживать еще один новый микрорайон, который возводится рядом. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.